Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Арстайл. Как вы знаете, я очень люблю кататься на моноколесах. Очень много у меня на них обзоров. Электросамокатов тоже много. И на велосипедах. Это электровелосипед складной. Как ни странно, он реально большой. Реально большой. Я его сложил и меня без проблем пропустили в метро. Посмотрели, проходи. И на МЦК проехал. На московском большом кольце. И на обычном метро. Это реально круто. Велосипед разгоняется достаточно шустро. При том, что я вешу много. Я вешу за 100 килограмм. Выдерживает он, кстати, 120. Я смог разогнать, если не использовать совсем педали, а есть возможность три режима помощи педалей с помощью вот этого маленького бортового компьютера. Либо полностью на электродвигателе, который в заднем колесе. 250 ватт, кстати, всего мощности. Но с помощью курка газа, с помощью ручки газа, о ней сейчас чуть подробнее расскажу, как она удобна, неудобна. На самом деле она такая средняя. Я смог, как ни странно, до 29 километров, ну, насколько возможно, ровной поверхности разогнаться. Но, так как здесь простейший бортовой компьютер, это даже не бортовой компьютер, а так, индикация. Здесь нет спидометра вообще никакого. То я отслеживал по GPS с помощью смартфона, который лежал в кармане. И 29 это очень круто, потому что самокаты, когда тестируешь, там, например, максимальная скорость написана 25, я разгоняюсь до 20, до 21. А здесь я смог разогнаться выше заявленной скорости. Но, конечно, я думаю, есть погрешность GPS именно со смартфона. Скорее всего, погрешность есть. Но все равно я еду, я ощущаю хорошую скорость. Это что касается с помощью ручки газа. Подробнее о ней это очень важный параметр в электровелосипеде. С одной стороны, ее плюсы какие? Она сделана такая прорезиненная. Она удобная. Когда едешь, держишь, у тебя пальцы совершенно не скользят. С другой стороны, она неудобная. Я бы предпочел какой-то курок. Понимаете, она занимает часть руля и просто так ее не нажмешь. То есть, едешь, не нажимаешь. Но, когда ты едешь на электротяге постоянно, вот эти два пальца, они немножко устают. Едешь километр-два и уже дискомфортно. Я бы предпочел просто какой-то курок. Но, скорее всего, это просто дело вкуса. Сам руль, грипсы, мне кажется, очень удобными. Никак не хочется их ни двигать, ничего. Они как влитые лежат. Руки совершенно не устают. Так вот, про скорости. Первая кнопка минус. Здесь три кнопки. Меню, плюс и минус. Когда мы включаем велосипед с помощью ключа. Я долго-долго не мог найти, где здесь ключ. Ребята, ключ внизу. Сейчас висит два, но один надо снять и останется просто головка ключа торчать. Она будет практически не видна. Разумеется, если мы ключ вытащим, то электродвигатель велосипеда не работает. Можно будет использовать ее только как обычный велосипед. Так вот, три кнопки. Кнопка меню, кнопки вправо-влево. Ставим скорость на нулевую. Как будто кнопка назад, еще раз деление влево до конца. Тогда работает сразу электродвигатель. С места при том. То есть не надо там отталкиваться, просто едете. Помощь двигателям. Первый режим. То есть медленный, средний и высокий. Как это все работает? На медленном, если вы едете по городу, много препятствий, светофоров, остановок, использовать лучше всего медленнее. Неважно, какую шестеренку или звездочку вы используете. Тут уже каждый, как на обычном велосипеде, здесь шиманы стоят, переключатели. И с одной, и с другой стороны. Так вот, маленькая скорость, это действительно маленькая поддержка двигателем. Вы начинаете движение просто педалями, и двигатель подключается периодически. Если человеку не сказать, что это электровелосипед, он реально стреманется. Крутишь, крутишь педаль. Потом раз чувствуешь, тебя вперед тянет что-то. Второй режим, соответственно, выше. Третий, максимальная поддержка. То есть, вы не используете ручку газа, вы просто-напросто крутите педалями, ногами крутите педали, и велосипед вам помогает. При скорости около 30 километров двигатель отключается. Также двигатель отключается, если вы останавливаете педали. Правда, иногда еще несколько метров я еду, двигатель работает. И, конечно, двигатель перестает работать, когда вы нажимаете на любой из тормозов. Под большой палец правой руки очень удобно. Кнопка включения, выключения переднего фонаря и сигнал. Сигнал реально классный. Это что касается всей электроники. Манера езды. Велосипед весит 24 килограмма. Наверное, это несколько больше, чем обычный велосипед, несмотря на то, что он сделан из алюминиевого сплава. Это действительно алюминиевый сплав, алюминиевые диски. То есть, все сделано хорошо. И тут каких-то претензий к нему нет. Может быть, из-за того, что я просто на велике не катался с прошлого года, мне не с чем сравнить. Может быть, из-за того, что я большой, сильный, мне колеса таскать легко. И этот велик я легко поднимаю и тащу, не чувствую его особого веса. 24 килограмма это немного для меня. Я не могу сказать, что он какой-то дико тяжелый. Возможно, для человека легкого, я все-таки за 100 вешу, мне комфортно. Конечно, педали без компьютера, без помощи двигателя крутить уже не так интересно. Но это и логично. Когда ты поедешь на движке, и после этого крутить педали уже совсем не то ощущение. Но, отмечу, очень хороший накат. Именно как велосипед, им можно пользоваться без электродвигателя. Но, конечно, он будет несколько тяжеловатым, само собой. Тормоза. Передний тормоз дисковый, очень эффективный. Мне нравится, как он работает. Задний тормоз барабанный. Мне тоже очень нравится, как он работает. И особенно комбинация, когда ты разогнался хорошо. Сначала задним тормозом, и потом передним. Офигенно. Вопросов к тормозам. Велосипеда у меня никаких нет. Что не понравилось? Может быть, я такой криворукий, не знаю, как сказать. У меня два раза слетала цепь. Единственное, я, наверное, подзабыл, как ездить на велосипедах. Я с прошлого года не катался. А по-хорошему, я не катался уже три года, фактически. И переключатель Shimano, я его, когда ставлю на среднюю завязочку, на маленькую, у меня два раза слетала цепь за эти, там, дней 4 или 5, сколько у меня велосипед, сколько я на нем катаюсь. Но, я думаю, просто из-за того, что нужно просто на ходу менять. А я менял на маленькой скорости или останавливаясь. Поэтому, бывало, велосипедисты, я думаю, сейчас просто улыбнулись на этом моменте. В остальном, вопросов никаких нет. Сиденье мягкое. И, знаете, может быть, я мало на нем катаюсь, время особо нет. Я вечерами, ночью проверял фару, катался. И сиденье дискомфорта не вызывает вообще никакого. В комплекте идут крылья. Кстати, велосипед поставляется в разобранном виде. Есть несколько шестигранников, есть отвертка. Все это собирается, ну, за 15 минут, очень не спеша. Педали прикручиваем аккуратно, крылья прикручиваем, фонарь ставим, переднюю вилку, втулку затягиваем и едем. Сиденье регулируется, руль, к сожалению, не регулируется. Я думал, что мне будет дискомфортно. Я высокий, но я езжу, я не чувствую проблем. Единственное, я, конечно, на очень дальние расстояния, пока на нем время просто нету, не ездил. Вот, катался максимум около часа, максимум. И то, магазин, туда-обратно, туда-сюда, проехал около часа езды на велосипеде, было в чистом виде. Дискомфорта нет, не уставал. Реально прикольно. Фара передняя есть, она в целом неплохая, но я обязательно поставил бы сюда дополнительно. Этой фары будет не хватать. Она на грани фола. Вот, неплохая, но хотелось бы значительно лучше. Сзади же нет ничего. Я взял от своего старого велосипеда вот этой штуки. Я ее покупал, не знаю, там за 500 рублей, наверное, максимум. Ей уже года два или три. И вот ее, просто вот этот вот мигающий красным светом, либо горящий диод, он обязательно нужен, чтобы вас в темноте было видно. Здесь ее, к сожалению, нет. Вот это, мне кажется, недостаток. По покрышкам я не большой спецвелосипеда, чтобы сказать вам, насколько они крутые, хорошие. Но, по моим ощущениям, я ездил и по земле, по лесной тропинке. У меня рядом с домом есть хороший парк с утоптанными широкими тропинками, где можно кататься на велосипеде. По асфальту приятный шелест, приятно. Все очень хорошо. Опять же, сравнивать мне практически не с чем. Ну и, конечно, электровелосипед очень важна, какая здесь батарея. Здесь используется батарея 10400 мАч, с большим напряжением, разумеется. Батарея находится вот здесь, в раме, поэтому рама такая большая, основательная. По паспорту хватать должно до 40 км в час, но, конечно, это цифры такие достаточно расплывчатые. Понятно, что это не просто на тяге, а это просто с помощью педалей, я так подозреваю. В любом случае, я покатался, за все это время я зарядил велосипед один раз. Я нечем мне отслеживать, просто я не могу постоянно включать ключный GPS, чтобы проверить, сколько километров я на велосипеде приехал. У меня нет просто на это, ну, просто тупо времени, чтобы этим заняться, конкретно велосипедом, и потратить на него несколько дней езды. Или день, но целиком. По ощущениям, должно хватать надолго. Но тут очень много факторов. Как едете спуски, подъемы, какого вы веса, есть ли встречный ветер и так далее. Но производитель заявляет именно максимально до 40 км дальности именно езды. Да, по велосипеду, конечно же, еще отмечу, есть передний отключаемый амортизатор. То есть, именно вилка передняя, вот этот вот амортизатор, его, разумеется, можно отключить. Но я думаю, все понимают. Едете по гладкому асфальту, отключаете, едете по кочкам, по препятствиям, лучше его, конечно, включить, разблокировать. В целом, впечатления от этого велосипеда у меня остались. Мне лично не хватает заднего просто габаритного тупо огня. Это такая мелочь, но это моя безопасность. Когда я еду в темноте, я, например, этот велосипед планирую еще покататься на нем. Может быть, я, кстати, опыт использования хочу сделать. Опытов использования на самокаты много. Возможно, я покатаюсь месяц или больше на электровелосипеде и расскажу вообще, что это за зверь. Мне самому очень хочется вникнуть во все это. Да и подкачаться не стоит. Я же постоянно на электродвигателе буду ездить. И будет очень не хватать. Но решается покупкой просто дешево там за 300, за 400, за 500 рублей на батарейке именно светодиода крепежного. В остальном, отмечу, удивил, что до 29, если, конечно, там непогрешность GPS, ну, разогнал без помощи педалей вообще, это реально круто. Очень удобно пользоваться бортовым компьютером. Просто кнопки вот эти переключать реально легко. Переключать ли под рукой тормоза, ход велосипеда, именно накат именно хороший, что я отмечаю. Ты покрутил хорошо педаль, и ты долго едешь, как и должен ехать на хорошем велосипеде. Поэтому, как таковых, претензий у меня к нему нет. Крылья есть, все есть. Ну, судите сами. В любом случае, я рассказал все, что за несколько дней тестирования катания этого велосипеда, пусть и не очень большое, но все-таки я каждый день катался, и мне это интересно несколько дней. И буду кататься и дальше. В целом, впечатления остались хорошие. В любом случае, если кто-то планирует этот велосипед приобрести, то мой обзор, надеюсь, вам чем-то помог. Если кто-то пользуется таким велосипедом, отпишите, пожалуйста, также свой небольшой опыт, другим будет полезен. Ссылку на этот велосипед на официальный сайт я оставлю под этим видео. А я, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо.